Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин-продавец воздуха. Рад вас видеть. Сегодня мы хотим рассказать вам о двух очистителях воздуха от Тифаль. Обзор начнем сверху вниз. Сначала пройдемся по их корпусу, потом перейдем к самому интересному, к внутренней части, потом рассмотрим их управление и поймем, что вообще эти два очистителя воздуха собой представляют. И поймем также, насколько Тифаль заботится о нас при помощи своих двух замечательных или не очень очистителей воздуха. Зачем нужен очиститель воздуха? Друзья, все мы с разным уровнем подготовки. Кто-то знает, что это такое, кто-то нет, но поэтому давайте проговорим. Существует стереотип, что якобы очиститель воздуха нужен только тем людям, которые чем-то страдают. Да, либо это аллергики, либо это астматики, а условно здоровые люди ни в чем не нуждаются. Нет, ничего подобного. Все мы дышим одинаковым воздухом, одинаково грязным, просто кто-то страдает, а кто-то нет. Каждый день мы делаем огромное количество вдохов пропускать через свои легкие тысячи литров воздуха. То есть, какую воду мы пьем, мы все обращаем внимание, каким воздухом мы дышим. Ну, как бы дышим по принципу, как есть, да, но с этим, по идее, тоже что-то нужно делать. А в воздухе содержится очень много всяких загрязнений, начиная от пыли, перхоти, аллергенов, вирусов, шерсти, мельчайших частиц пыли, вирусов и так далее. Просто что-то у нас в состоянии отфильтровать наш нос, наши слизистые оболочки, а что-то не в состоянии. Так вот, кто-то почему-то думает, что очистители воздуха работают именно с тем, что наш нос в состоянии фильтрануть. То есть, крупными частицами. Нет, на самом деле, ничего подобного. Крупных частиц в воздухе не больше 1%, и очиститель работает не только с ними, он работает еще с другими 99%, которые носят именно самый пагубный характер. Что это такое? Это частицы PM2,5. Это настолько мелкие частицы, что они в состоянии спокойно проникать сквозь ткань наших легких и попадать напрямую в кровоток. Страшно? Страшно. Мне, по крайней мере, это очень страшно. И, к сожалению, по данным Всемирной организации здравоохранения, к сожалению, подтвержденным, это очень сильно усугубляет нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводит к образованию, развитию слокачественных образований. Так что, друзья, это все очень серьезно, это очень все страшно, и как бы с этим нужно что-то делать. А что с этим делать? Правильно купите очиститель воздуха в этом видео. Посмотрим Тефаль, посмотрите, что он собой представляет, как он чистит. Так что, друзья, проблематика вот такая. Очиститель воздуха защищает нас от мельчайших частиц пыли и других соединений, которые носят пагубный характер и очень негативно сказываются на здоровье любого человека. Неважно, астматика или абсолютно здорового. Итак, друзья, перед вами два прибора Тефаль Pure Air и Тефаль Intense Pure Air. Этот рассчитан на 120 квадратных метров по заявлениям Тефаль, а этот на 35 квадратных метров. Оба прибора выполнены из пищевого АБС-пластика, но обратите внимание на Intense Pure Air. Что-нибудь замечаете? Посмотрите на него здесь, а теперь посмотрите здесь. Вот, правильно, друзья. Здесь получается передняя панелька, она желтая, желтит, и верхняя панель, она тоже желтит. Что это значит? Это значит, что да, пластик пищевой, пластик АБС, но не первичный, вторичный. Потому что первичный АБС-пластик, он будет 100% белым. Этот почему-то желтит. То есть Тефаль здесь сэкономили, хотя могли бы не экономить. То есть на будущее, после того, как узнали эту информацию, понаблюдайте за внутренними блоками кондиционеров в помещениях. То есть очень часто бывает внутренний блок красивый, белый, все замечательно, а жалюзи, которые отвечают за поток воздуха, оно может желтить. Так что вот так вот тоже у нас производители экономят на каких-то маленьких комплектующих. Ну, просто для справки, обращайте внимание. Друзья, Тефаль Pure Air. По заверениям Тефаль прибор подходит для помещения до 120 квадратных метров, при этом обладая производительностью в 300 кубов в час. Что вообще противоречит здравому смыслу. То есть для понимания, что такое 300 кубов в час. 300 кубов в час, это достаточно для помещения 30-40 квадратных метров. Вот на такой площади 300 кубов в час сможет всегда воздух поддерживать в чистом состоянии. То есть что считается чистым воздухом? Чистым воздух считается тогда, когда за час проходит через фильтры прибора 3-4 раза. То есть берем 30 квадратных метров, потолки 2,5, этого у нас кубатура помещения 75, здесь 30 делим на 75, получаем 4 раза. То есть условно говоря, на максимальной интенсивности работы прибора, когда фильтры не забиты, и когда прибор имеет максимально дозволенную с собой пропускную способность, то есть 300 кубов в час, тогда прибор в состоянии очистить воздух на помещении, в помещении 30 квадратных метров. Так что, друзья, никакие не 120, 30, максимум 40. Дальше эффективность прибора значительно снижается и не имеет смысла. Друзья, Tefal Intense Pure Air. Здесь уже у нас 170 кубов в час, и производитель обещает нам эффективную работу на площади до 35 квадратных метров. Это уже ближе к правде, но все равно много. То есть 170 кубов в час, это для помещений максимум 20-25 квадратных метров и не больше. Да, вы можете поставить на большую площадь, но интенсивность очистки снизится, вам придется всегда гонять прибор на максимальной скорости, так как чем выше объем, тем больше производительность, больше кубов воздуха прибору через себя необходимо прогнать. То есть, как бы обратить внимание, что уже приборы, в принципе, по габаритам отличаются. Если предыдущий образец у нас был чуть более старой моделью, это у нас уже нового поколения. Друзья, давайте рассмотрим фильтрующую систему каждого очистителя воздуха. Начнем с Tefal Pure Air. То есть, что сразу хочется сказать? Этот забирает спереди воздух, этот забирает сзади. То есть, здесь исключительно вот эта перфорация, она носит декоративный характер, смысловой нагрузки она никакой не несет. То есть, чтобы сразу для понимания, этот вы можете поставить вплотную к стенке, он будет воздух засасывать спереди, а этот вплотную к стене вы не поставите, потому что у стены нет такого количества грязи, так что вам придется просто отставлять его от стены на какое-то расстояние, но все равно это неэффективно. То есть, этот очиститель как бы сразу проигрывает. То есть, это не только его, кстати, это в принципе. Любой очиститель воздуха, по моему разумению, который засасывает воздух сзади, ну, достаточно тупое решение. Итак, давайте смотреть, что у нас у Pure Air в плане фильтров. То есть, первое, это фильтр предварительной очистки, он удерживает крупные кластеры пыли, пыльцу, пыль, шерсть, волосы, перхоть и так далее. Потом у нас идет угольный фильтр и хепа-фильтр. То есть, это гибридный фильтр, в простонародье известный как хепа плюс карбон. То есть, угольный фильтр здесь, он удерживает запахи, то есть, все, что вы можете почувствовать, этот фильтр удержит. Хепа удерживает уже мельчайшие частицы пыли, вот, аллергены, вирусы, пыльцу и так далее. То есть, все, на этом ступени фильтрация заканчиваются, и воздух в очищенном виде, поступая с тыльной стороны прибора, устремляется вверх. Что же нам предлагает Intense Pure Air? То есть, здесь у нас сначала идет лицевая панель, ничего она с собой не представляет, просто лицевая панель и все. Потом у нас идет также фильтр предварительной очистки. То есть, обратите внимание, если до этого у нас очиститель воздуха, у очистителя воздуха фильтр предварительной очистки был достаточно крупный, да, то есть, для понимания вот габарита, здесь уже у нас он поменьше, да, то есть, эту тему мы раскроем несколько позже. Такой вот фильтр предварительной очистки. Потом у нас идет самостоятельный угольный фильтр, тоже об этом все подробно расскажем попозже. Вот, и потом у нас же идет вот такой вот Хепа-фильтр, тоже самостоятельный. Если у предыдущего это все, то здесь у нас есть еще вот такой вот формальдегидный фильтр, формальдегидный фильтр, который сейчас пытаюсь извлечь, он там как-то очень неудобно засел. Ну, выходи, вот, все достал. Вот такой вот формальдегидный фильтр. Так что, друзья, и здесь уже получается воздух так же уже засасываем, и спереди устремляется вверх. Если здесь просто он у вас как-то устремляется вверх, то здесь тут есть даже регулируемые жалюзи. Хотя, как бы, градус их наклона настолько ничтожен, что вообще даже непонятно, нафиг их сделали регулируемыми. При этом, когда ты трогаешь их руками, ну, как-то сделанные не прям вообще хлипенько, и трогать их даже не хочется. Вот лично у меня это скорее вызывает какое-то отторжение, чем какую-то функционально полезную вещь. Итак, друзья, давайте начнем смотреть фильтры. Начнем с префильтра, потому что они первые, и это по порядку, и это все логично. Вот такой фильтр у Intense Pure Aero, вот такой вот просто у Pure Aero. Да, они отличаются по габаритам, глобально и концептуально они идентичны, то есть это мелкая чистая сетка на пластиковом основании. То есть можно спокойно извлечь, под душем это все промыть под проточной водой, дать высохнуть и поставить обратно. Вот единственное, у Intense Pure Aero она просто находится за лицевой панелью, и она очень просто извлекается, а у Pure Aero она же непосредственно, так скажем, защелкивается с лицевой панелью. И вот меня очень долго не покидало стойкое ощущение, что я сейчас что-то как-то не так достану, это все сломается, плюс пластик здесь не кажется таким гибким, то есть лучше бы они сделали не здесь защелку, а как-нибудь, чтобы это просто выходило, и все, чтобы это все было удобно. Так что здесь 1 балл в пользу обычного, вернее, Intense Pure Aero. Что у нас дальше? Дальше у нас идет угольный фильтр. Вот такой вот он у Intense Pure Aero, то есть он вот такой вот самостоятельный, да, и гибридный у обычного Pure Aero. Вот, что говоря о них. Плюс самостоятельного фильтра. Очень часто ресурс угольного фильтра заканчивается прежде, чем исчерпывает ресурс HEPA, то есть как это выглядит на практике. Представьте, что вам очень не повезло с соседями, вы живете на каком-нибудь там третьем этаже, у вас через дорогу помойка, какие-то имбецилы ее периодически поджигают, стойкий вонючий запах, а уголь что делает он? Запахи ассорбирует, то есть себя впитывает, уголь, это, так скажем, он имеет свой предел насыщения, соответственно, этот фильтр, он сменный. Собственно, как с этим всем жить? Когда уголь начинает насыщаться, когда он полностью насытится, он начнет эти запахи отдавать. Если вчера вас ничего не беспокоило, то завтра это все может очень сильно начать вонять. То есть в этом плюс этого фильтра, то, что он самостоятельный. Если бы он был как здесь, допустим, HEPA плюс карбон, у HEPA еще останется свой ресурс, но вы не сможете пользоваться очистителем, потому что будет запах, соответственно, вам придется менять всю вот эту вот кассету, всем комплектом. Здесь же вы можете просто оставить HEPA, потому что ее разумно оставить, и поменять угольный. Так что здесь это очень удобно. А теперь следующий момент. То есть вроде бы все здорово, но обратите внимание на количество угля. То есть решето, тифаль, зажмотили угля, могли бы положить побольше. Собственно, вот такие вот ячейки. Если бы здесь его было больше, было бы, соответственно, ресурс службы фильтра был бы больше. Что мы имеем у обычного Pure Air? Здесь у нас каждая ячейка забита, ну, визуально чисто хотя бы процентов на 70-75. То есть угля здесь значительно больше. Это лучше. То есть, несмотря на то, что этот фильтр выполнен самостоятельно, а этот у нас гибридный, я бы предпочел вот этот, потому что толку больше. Итак, друзья, переходим к HEPA-фильтру. Здесь у Intense Pure Air он тоже идет самостоятельным. Вот такой вот он толстяк, такой вот фильтр. Кажется, что внешне он достаточно скромных размеров, и этот больше. И кто-то может сказать, что сходу этот фильтр лучше. Но как бы не так. То есть, если мы возьмем HEPA вот так вот, эти все вот складочки, когда мы их просто полностью все распрямим, посчитаем площадь, то здесь мы получим площадь 0,8 квадратных метра, а здесь мы получим 1,14 квадратных метра. То есть, скажем, эффективность этого фильтра значительно выше не с точки зрения класса HEPA-фильтра, а с точки зрения площади фильтрующего элемента. То есть, этот фильтр причинит больше добра, то есть, у него дольше ресурс службы и так далее. Тефаль же заявляет ресурс службы, что этого, что этого, в 3 года. Ну, опять же, где-нибудь, может быть, на юге Франции и так, да, где они проживут 3 года. Но в российских реалиях, в крупных городах, однозначно нет. Друзья, как бы ресурс этого фильтра, что того, что другого, объективно можете рассчитывать на 8-12 месяцев и не более того. Если у Pure Air у нас фильтры закончились, у нас остался из Intense Pure Air еще один фильтр. То есть, что у нас здесь такое? Здесь у нас вот такой вот формальдегидный фильтр, да, с чем-то непонятным внутри, какие-то гранулы. То есть, обычно с формальдегидом борется либо угольный фильтр, да, потому что формальдегид, ну, тоже в некотором роде, как бы, человек в состоянии его почувствовать, и уголь его как бы впитывает. То есть, допустим, только куда-нибудь переехали, да, там много корпусной мебели, в ней содержится много формальдегида, воняет, чувствуете это, да. Но со временем он, вы перестаете чувствовать запах, но он остается в воздухе, да, и уголь все равно его ассорбирует, вот. Здесь же Tefal заявляет, что это в миллион раз лучше, удерживает он его лучше, и не просто удерживает, как делает этот угольный фильтр, а прям нейтрализует, да, разбивая его на какие-то простейшие соединения. Классно, да, классно. Вот, но, опять же, этот фильтр в продаже не найти, его просто нет, ну, в России, по крайней мере, в Европе, да, он есть. Кстати, это касается и предыдущих фильтров, вы не найдете в продаже ни угольный, ни хепофильтры. То есть, как бы, имеет ли смысл брать эти очистители воздуха и вообще как-либо их рассматривать, ну, в моем понимании глобально нет, потому что нет ничего тупее, чем купить просто очиститель воздуха на один сезон. Так что, друзья, просто имейте это в виду. Соответственно, вот такая вот у нас система фильтрации у каждого очистителя воздуха, вот такое вот количество фильтров, вот так вот они выглядят. Друзья, что касается управления, то у Pure Air оно сенсорное, а у Intense Pure Air оно кнопочное. То есть, логично было бы, конечно, чтобы это было наоборот, потому что эта модель более новая, более интересная, более производительная, технологичная, но нет, при этом кнопки здесь, ну, они тугие, они некрасивые, их неприятно нажимать, здесь приходится прикладывать усилия. Почему? Это как-то не очень хорошо. Зато есть подсветочка, вот сейчас давайте, смотрите, как красиво, да? Она есть яркая, есть потусклее, ее можно вообще убрать, вот, и так далее. То есть, здесь же у нас сенсорное управление, где включается. Вот, и, кстати, что еще достаточно интересно, когда ты его включаешь вот прям на полную мощность, он прям начинает сразу же работать очень сильно, очень быстро, активируя свою работу. У каждого из приборов есть датчики запуленности, то есть, приборы могут работать в автоматическом режиме. Что это значит? То есть, когда в помещении будет происходить жизнь, датчики что-то будут ловить и будут в зависимости от этого варьировать работу прибора, увеличивая или уменьшая скорость потока, проходящего через фильтры воздуха. То есть, глобально надо это или нет, мое убеждение, я полагет этого, что нет, 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 ни в коем случае это не надо, потому что в любом очистителе воздуха, как бы дорого или дешево не стоил, которые датчики и не стоят, они достаточно грубые, они грубо определяют показатель пыли, соответственно, нет смысла их включать. То есть, когда в помещении происходит жизнь, да, там кто-то бегает, прыгает, кошки, собаки носятся, попугаи летают и так далее, то да, они могут в состоянии еще что-то уловить. Но когда вы уходите из дома, и дома начинается тишина, покой, да, никто не бегает, не носится, пыль ровным словом везде осела, все, датчики ничего не видят, хотя глобально пыль никуда не ушла. Поэтому единственный правильный вариант использования этого прибора, любого очистителя воздуха, просто включили на тот режим, в котором вас не напрягает звук его работы, все, пусть работает круглосуточно. Его задача просостоять, а вы к нему будете подходить там с периодичностью 2 недели, посмотреть, что у него вообще творится с хепа, не с хепа, с фильтром предварительной очистки, чтобы его очистить и поставить обратно. Все, о всем остальном, об очистителе воздуха можно просто забыть. Все, что вам потребуется, это только очистить фильтр предварительной очистки. Больше ничего, все остальное время пусть работает 24 на 7 весь год. Итого, друзья, что же из них выбрать? Конечно, здесь лучшим экземпляром считается T-File Intense Pure Air. Несмотря на то, что он меньших габаритов, размер его хепа-фильтра значительно больше, а очиститель воздуха в первую очередь должен выбираться по хепа-фильтру. То есть, это один из основополагающих моментов. Так что, друзья, к хепе должны предъявляться достаточно большие условия. Но, с другой стороны, ни к этому очистителю, ни к этому вы не найдете в России фильтров. Их просто нет. А все почему? Все потому, что те, кто занимаются дистрибьюцией этих очистителей воздуха, для них это просто товарная категория, и они как-то не особо заботятся о своих покупателях. В Европе же это все продается под брендом Ревента, там никаких сложностей с расходниками нет. Но у нас ситуация такова, что покупать их как-либо у нас на сезон, я считаю, абсолютно не имеет смысла. Так что, друзья, эти очистители воздуха, вы теперь понимаете, что они собой представляют. Хотите купить их? Пожалуйста, покупайте. Но знайте, что столкнетесь с тем, что вы просто не найдете на них фильтры. А покупка ради использования один сезон, то есть один год, ну как бы на априори бессмысленна. Друзья, с вами был интернет-магазин Продавец Воздуха. Рад были вас видеть на нашем YouTube-канале. Есть вопросы? Пишите их в комментариях. На этом на сегодня все. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»